Все, всем доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, шалом из Иерусалима, мы продолжаем изучать Мишли, это притча царя Соломона, а пертьевод это, как я понимаю, это объяснение, чтобы все те же принципы, которые царь Соломон изложил в Мишли, все те же принципы мудрецы разъяснили в пертьевод по учению отцов, потому что эти принципы это то, что Мошети Бель Турами Синай, он получил Тору на горе Синай и все это часть Торы, то, что мы изучаем, это Тора, это то, что получил Мошера Бену Моисей на горе Синай, 40 дней он был на горе и присоединился полностью к Богу и получил всю Тору и нам ее передал, а мы ее изучаем. Всем шалом, бонжур, хеллоу, и Тора, она безгранична, как Всевышний безграничен, как Мироздание, которое он сотворил, оно безгранична, оно все время расширяется, также Тора, которая является той идеей, планом, инструментом, из которого сотворен мир и которым сотворен мир, она тоже безгранична. А разум человека ограничен, поэтому мы ее постигаем по чуть-чуть, кусочками, каждый пытается сложить свой пазл, чтобы жизнь была максимально долгая, веселая, счастливая, минимум страданий, максимум радости и это сложная задача, которая стоит перед каждым человеком, когда ты идешь по жизни, а вокруг тебя, знаете, как такая компьютерная игра, в которой постоянно что-то случается, и ты стареешь, и у тебя там руки, ноги, не дай бог, у кого-то отваливаются, там и так далее. Знаете, это такая квест, такой квест длиной в жизни. И вот ты идешь по этому квесту и стараешься, все стараются, у всех одна цель, побольше радости, удовольствия, поменьше страданий. Но как это сделать, вот тут загадка, и поэтому кто-то учит математику, кто-то учит химию, чтобы изменять свое состояние. Знаете, есть люди-химики, они там, оп, таблетку затянул, таблетку затянул, переволновался, успокоился, слишком успокоился, затянул стимулятора, там и так далее. Вот они химией, они пытаются убрать страдания и повысить удовольствие, некоторые пытаются деньгами решить свои проблемы, да, то есть больше заработаю, больше будет радости, меньше будет страданий. Некоторые пытаются спортом решить, ну и так далее. А мы изучаем Тору, для того, чтобы от Бога, от Создателя мира узнать, а как Бог нам сказал пройти этот жизненный путь, Создатель мироздания и, значит, что мы будем дальше делать. Смотрите, интересно, 134-й урок и 134 человека в эфире, очень совпало, Баркан Иванович написал. Все, Алекс, поделка, шалом. И мы сейчас подошли к отрывку очень-очень актуальному, очень актуальному для каждого из нас, значит, мы дошли до отрывка, значит, в прошлый раз мы остановились на том, что долготерпеливый, у него много логики. То есть тот, кто не вспыхивает, тот, кто не реагирует эмоционально, он остается в состоянии логического восприятия мира. То есть эмоции и логика – это две разные системы. Рациональное мышление и эмоциональное мышление – это как коммутатор, или то, или другое, или ты в стрессе, и ты тогда, у тебя голова выключается, то есть у тебя все сужается на одну какую-то мысль, или ты спокойный, и у тебя рациональное мышление, ты можешь думать, считать и так далее. Это мы изучили в 29-м отрывке, что долготерпеливо у него включена логика, а тот, кто быстро к царару, а тот, кто быстро зажигается, у него мырим и велит, у него внутри поднимаются сомнения, именно сомнения в контексте глупость и грех. Он сомневается, что хозяин мира хочет ему добра, он сомневается, что все, что происходит в жизни у человека – это для его добра, для его развития, и иногда, иногда человеку кажется, что это плохо. По факту Бог ему дает только хорошо, от Бога идет только добро. И интересно, я сегодня с утра читал кусочек интервью с одной женщиной, она миллиардер, она одна из самых влиятельных женщин в мире за всю историю, и живет она сейчас, зовут ее Ариана Хаффингтон, и когда ее интервьюер спросил эту Ариану Хаффингтон, что для нее является ее главной сутью, которая привела ее к успеху, и она это выразила, очень четко она выразила, она говорит, траст, доверие, я доверяю Богу, что Он хочет мне только хорошего, все, что у меня в жизни происходит, весь мир для меня, и он служит для того, чтобы я двигалась, расширялась, росла. И вот эта моя уверенность, что все для меня и все только к лучшему, она дает мне невероятную внутреннюю силу. Это то, что называется бетахон, нашим языком простым полагаться на Всевышнего. Интересно, что эти же слова, эти же слова написаны на американских долларов, In God with Trust. Trust это доверие, что они говорят, Богу мы доверяем, говорит Америка, и поэтому Америка самая влиятельная, самая богатая страна мира, которая рулит всем миром уже много лет, и дальше будет рулить. Хорошо, теперь, значит, мы дошли до 30-го отрывка. 30-й отрывок это конкретно психосоматика, психосоматика. Значит, звучит это так. Хаей бессарим лев марпе. Переводится так. Жизнь тела, жизнь мяса дословно переводится. Сердце исцеляющее. Дает жизнь телу лев марпе, сердце исцеляющее. Урыкав от самот тена. И гниение костей дает зависть и месть. Значит, здесь нам шло Мамелла, царь Саламон. Он нам, давайте еще разберемся в понятиях. Значит, на языке Торы, на языке Торы сердце это подсознание. То есть, это весь набор, весь набор. Вот человек, он же не то, что он говорит в данный момент. У человека есть воспоминания, у человека есть желания, у человека есть цели, у человека есть знания, у человека есть навыки. То есть, у человека внутри, в его подсознании, современным языком это называют подсознание, долговременная память, находятся огромные объемы информации. У каждого они индивидуальные, так как каждый прошел свой разный жизненный путь. Но именно вот это сердце, подсознание, запрограммированный набор идей, мыслей, правил, желаний. Есть условные рефлексы и безусловные. Условные рефлексы это то, что приобретенные рефлексы, навыки, привычки и так далее, это все условные рефлексы, которые все находятся, они на языке Торы в сердце человека. Вот это вот сердце человека, это его сущность, но он о нем не помнит, поэтому мудрецы назвали это сердцем. Но это не то сердце, которое качает кровь. То сердце, которое качает кровь, это часть этой системы, потому что сердце, иногда человек вспомнил что-то, оно начинает быстрее биться. Человек как-то эмоционально среагировал, оно начинает быстрее биться. То есть, сердце это часть системы, как орган, а само слово сердце на языке Торы, это больше подходит подсознание суть человека, его сущность. Так вот, оживляет мясо, то есть мясо это мышцы, сухожилия, кости, это как уже такая, как сказать, механическая система человека, то есть человек состоит из каркаса такого стилета, на нем надето мясо, сухожилие, все это прошито нервами и вся эта система каким-то образом не падает, двигается, даже бегает, иногда ездит на велосипеде. И все это происходит только потому, что у человека есть какая-то идея и дальше все тело начинает двигаться. Так говорит нам царь Соломон, оживляет мясо, вот это вот мясо оживляет, левморпе, левморпе это сердце, переводят кроткое сердце, морпе это такое мягкое кроткое сердце, значит как мягкое кроткое сердце оживляет тело. Смотрите, что получается, есть люди, есть люди, вот например, там есть восточные разные системы, они добиваются того, что осознанность, то есть вот этот какой-нибудь йог там, да, йог или какой-нибудь там, я не знаю, тибетец, да, он очень свое тело, оно у него расслаблено, тело расслаблено, тело спокойное. А почему тело у него расслаблено и спокойное? А потому что он не обижается, то есть тело человека, его сердце, оно наполняется эмоциями. Глобально эмоции бывают двух категорий, есть позитивные эмоции и негативные эмоции. Теперь, вот у человека есть мышление, рациональное мышление, он видит ситуацию вокруг себя и постоянно дает этой ситуации какую-то интерпретацию, то есть он ее интерпретирует. Пессимисты, они интерпретируют все стаканы как полупустые, а все будущие потенциальные планы как то, где будет много негатива. Это интерпретация пессимистичная. В ответ на эту интерпретацию у него выходит внутри, в сердце эмоция негативная. Оптимисты, они наоборот, они все интерпретируют как вау, отлично, стакан полуполный, а завтра у меня будет три стакана, а послезавтра двадцать три, а через сто лет у меня будет вечная жизнь, и я уйду в рай, буду в раю встречусь с Машей Робейну. Это оптимистичный взгляд на мир. И такой человек, который мыслит оптимистично, у него внутри, значит, позитивная эмоция. Теперь в коммуникации между людьми, окружающий мир и пессимистам, и оптимистам постоянно подставляет неожиданности. То есть, что пессимист не знает, как будет, что оптимист не знает, как будет. И когда происходит несоответствие окружающего мира ожиданием человека, в этот момент у одних людей включается кроткое сердце. Они говорят, ну все от Всевышнего, Всевышний все делает для моего добра, значит, так Всевышний, он этим миром рулит, он, значит, знает, что делать. И, значит, это называется кроткое сердце, и он не гневается. А если он не гневается, то тогда он умиротворенный, а если он умиротворенный, значит, у него оживляется его мясо. То есть, он позитивный, он умиротворенный, и тело его тоже, оно позитивное и умиротворенное, расслабленное. Теперь, уреков, ацамот, кина. Гниение для костей, кина это и зависть, и месть. Значит, смотрите, что получается. Человек, который, например, он завидует. Что значит зависть? Да, зависть это, когда я думаю, Бог дал кому-то то, что ему не положено, а мне Бог не додал. То есть, это конкретная зависть, это претензия к Богу, что Бог неправильно рулит миром, что он дал кому-то то, что ему не положено, а он ошибся, Бог. И когда человек начинает так думать, то, и мало этого, он же злится внутри, он же страдает, он может даже плакать, то, говорит нам царь Соломон, это гниение костей. То есть, вот такой подход к окружающему миру, он вызывает у человека гниение костей, то есть, психосоматика. Говорят, что современные разные исследователи говорят, что очень сильно на развитие опухоли и так далее влияет опухоли, инфаркты, инсульты и так далее. Все это болезни, которые вызываются негативными переживаниями, когда человек долго таит зло, когда человек долго страдает и не отпускает, и не прощает и так далее. Все это царь Соломон назвал одним видом заболевания гниение костей. Современная наука называет это не гниением костей, а опухоли и так далее. Все, с этим мы разобрались тоже. Значит, очень такой психосоматический отрывок, 30-й отрывок, 14-й главы, который нас объясняет нам, что хочешь быть здоров, значит, должно быть у тебя сердце МРП, кроткое сердце, а хочешь, чтобы гнили кости, болеть, инсульты, инфаркты и так далее. Это, я, простой метод, это зависть и месть. Месть это гнев, который долго у человека внутри горит, он иногда вынашивает эту месть очень долго, и пока он ее вынашивает, может, его кости могут уже знить. Дальше, 31-й отрывок нас переводит в сферу финансовых взаимоотношений. То есть царь Соломон, он очень, каждый отрывок в Мишлей, это как программа, иногда бывают соединены 2-3 отрывка, но бывает, что каждый отрывок, он нам дает отдельный жизненный закон, который, вот если его понять, запомнить, принять и начать делать, то он может просто невероятно какую-то сферу жизни улучшить и очистить, и сделать ее, перевести в синхронизацию с замыслом Всевышнего, который хочет каждому из нас только добра. 31-й отрывок звучит так. Ошек даль хэрэф асеу. Тот, кто, ошек, это тот, кто угнетает, даль, это очень легко запомнить, слово даль, это бедный, а по-русски это обездоленный, обездоленный. Значит, тот, кто угнетает обездоленного, он, хэрэф, он делает, ну, переводят здесь хулит, но хэрэф, это он как бы позорит того, кто его сделал, этого обездоленного. И умэхабдо, а тот, кто уважает Всевышнего, почитает Всевышнего, как он это выражает, он хонэн и вьон, он, хонэн это он сжаливается и помогает, и вьон это бедному. Значит, тут давайте разберемся, что такое бедный, что такое богатый, почему тут он даль, тут он и вьон. Значит, объясняет нам Малбин, что даль это обездоленный, это тот, кто обеднел, он может работать, он может работать, у него есть все возможности, но в данный момент он обездоленный, у него нет никаких финансовых активов. Но он может работать. Теперь, и вьон это такой бедный, который работать не может, это бедный, который там пожилой, старый, больной и так далее, это называется и вьон, который, бедный, который не может работать. Теперь, в 22 главе, в 22 главе, второй отрывок, он звучит так, что ашир в ирашни в гэшу, значит, богатый и бедный встретились, асе кулям ашем, всех делает бог. Значит, и тут мы приходим к тому, что Всевышний почему-то он так, он так, нет, роса таль, а не даль, вот это вот, Ирина чуть ошибается, таль роса, да, даль обездоленный, бедный, а таль это роса. Смотрите еще раз, зачем бог сделал людей богатыми и бедными, почему он так сделал? Тот же вопрос можно задать, зачем бог сделал в мире, вот я нашел в Витипедии такую цифру, 7 миллионов 770 тысяч видов живых существ в мире, зачем бог сделал такое разнообразие видов? И мало того, когда он делал все это разнообразие видов, есть 7 миллионов животных, есть 300 тысяч видов растений, зачем бог делал все это разнообразие? И что интересно, есть вот эти вот пищевые цепочки, где каждый помогает каждому. Каждый вид животного, он имеет других животных, которых он ест или растения, которые он ест, а кто-то ест это животное, а кто-то ест то животное, а потом с того животного человек снимает шкуру для того, чтобы в эту шкуру одеться. То есть, бог этот мир, он сделал как все, некая цельная система, где у всего есть свое место и все для чего-то служит. То есть, все в этом мире является, является каждый и все в этом мире является средством для чего-то. Теперь, бог сделал так, что люди делятся на богатых, бедных, причем это очень меняется состояние, кто-то был бедный, он разбогател, потом он может опять обеднеть, какая-то страна была богатая, потом она стала бедная и так далее. То есть, это очень изменяющееся состояние финансовое, в данный момент финансовое состояние, причем иногда мы учили, что это деньги, они идут человеку для зла, иногда для добра и так далее. В общем, зачем бог это сделал? Значит, бог так сделал, чтобы вот это вот финансовое состояние, оно очень сильно привязано к духовному. То есть, например, все стремятся к тому, чтобы было больше денег. Значит, если бог хочет кого-то наградить, что он может сделать? Он может дать ему деньги. Человек радуется, о, спасибо, бог мне дал деньги, мне вот повезло. Кстати, ну вот все богатые люди, они знают, что их богатство зависит от везения. Вот спросите любого богатого человека по-настоящему, он скажет, честно сказать, вот поперло. Вот я готовился, старался, там тот же Дональд Трамп говорит, чем больше я стараюсь, тем больше мне везет. Но вот прямо есть однозначное у них у всех понимание, те, кто сильно разбогатели, повезло, с неба повезло. Теперь второй момент начинается, а как ты этим воспользуешься? Тебе бог дал деньги, что ты делаешь с этими деньгами? И вот здесь как раз начинается привязка денег к духовности. Значит, один человек, он начинает изучать, как же помочь другим людям. Он ищет, он думает, он там вкладывает в это время силы. Другой человек говорит, до свидания, никому помогать не хочу, вообще никому не хочу помогать. Есть известная история, как тот же Стив Джобс, например, он свою дочку родную, ему суд уже сказал, помоги ей, потому что это твоя дочка, то есть ДНК идентична. Он говорит, я не верю. И его дочка, которую он потом признал, там несколько лет они жили, голодали с матерью, он им не помогал, не хотел помогать. То есть и благотворительностью Стив Джобс это очень интересно, вообще не занимался, то есть вот он считал, что это неважно. И есть такой вариант, есть другой вариант, тот же, например, есть, зовут его Орен Баффетт. Орен Баффетт, ему сейчас там 90 лет, он продолжает управлять своим бизнесом инвестиционным, но он уже при жизни, он все деньги, которые заработал, там около 80 миллиардов долларов, он все эти деньги отдал на благотворительность. Его дочка, которая в год раздает 2 миллиарда долларов на благотворительность, лично себе она просила у папы суду, чтобы купить кухню в дом, он ей не дал. Он сказал, дочка, нет, то есть одно дело 2 миллиарда распределять, я только тебе доверяю, другое дело на себя тратить лишние деньги, я тебе не дам, представьте. Теперь, значит, говорит нам царь Соломон почти 3000 лет назад, тот, кто высшая форма благотворительности, это давать людям работу. Это считается высшая форма благотворительности. Когда человек создает рабочие места и честно платит людям зарплату, это высшая форма благотворительности. Потому что помочь человеку, когда ты даешь ему работу, и он честно зарабатывает, и он с гордостью приносит эти деньги, и приносит своей семье, это высшая форма благотворительности создания рабочих мест. Теперь, но тот, кто создал рабочие места, и он обманывает, он вот этих обездоленных, бедных людей, которые пришли к нему на работу, он еще им не дает деньги, и то, что они заработали, он им не дает, это он здесь говорит нам царь Соломон, он позорит того, кто его сделал. Бог же специально сделал, он тебе дал деньги, ему он не дал деньги, чтобы ты ему дал работу. Тебе дали двойную возможность. У тебя есть и деньги, и возможность помогать, и ты ему даешь работу, и у тебя все хорошо, а ты обманываешь обездоленного, ты позоришь Бога. То есть ты вступаешь с Богом в плохие отношения. Сейчас в конце расскажу историю. Теперь, а как проявить любовь к Богу? Дай Ивьону, дай тому, у кого вообще нет возможности. Когда ты ему помогаешь, то ты ничего не ждешь от него. То есть, когда ты помогаешь совсем вот этому бедному, кто не может работать, то ты этим самым выполняешь волю Бога, и Бог специально дал тебе деньги. А ему для какой-то цели, может быть, этот бедный и больной сейчас человек, он сейчас, як зор бычува, он станет сейчас религиозным, раскается, он, может быть, там на духовном уровне сейчас поднимается невероятно куда. То есть, у Бога есть свои какие-то расклады, почему он сделал так, но тебе он дал деньги, помоги тому, у кого нету. Это то, что нам сказал царь Соломон. Теперь, рассказываю одну историю. Когда-то я ехал в такси, и, значит, в Израиле, и случайно услышал какую-то передачу. Какой-то был раввин, очень такой раввин, каббалист. Ему позвонил, звонили люди, задавали вопросы. Звонит одна женщина и говорит, вы знаете, у меня вот такая ситуация. Мы раньше с мужем были очень богатыми. У нас была фабрика, производство, рабочие и так далее. Но потом случилось что-то, и мы эту фабрику закрыли. И дальше, с тех пор, как мы закрыли эту фабрику, мы открывали сеть магазинов, прогорели. Мы открывали то, прогорели. С тех пор уже идет там, ну, много лет прошло, и мы уже все потеряли. Каждый бизнес, который мы открываем, прогораем, прогораем и прогораем. Все началось с этой фабрики, мы ее закрыли, и дальше нам все, что нам делать, она ему говорит. Этот раввин, он говорит, а вот вы знаете, когда вы фабрику закрыли, вы с работниками рассчитались? Она говорит, нет, ну мы же прогорели, это был бизнес, мы потеряли все. А он ей говорит, вы знаете, говорит, что вы-то потеряли, это был ваш бизнес. А люди свою работу сделали, они на вас отработали. То, что вы потеряли, это вы хозяева бизнеса, вы потеряли. Но вы должны были им за их работу, должны были заплатить и рассчитаться. И он ей говорит, если вы хотите, чтобы закончилась эта ваша полоса невезения, найдите тех, кому вы в тот момент не заплатили. А для них в тот момент их месячная зарплата была все. То есть они пришли домой и сказали всем, нам нечего кушать. То есть и то, что вы сделали тогда, оно полностью вам остановило благословение с неба. Так он ей ответил. Найдите тех рабочих, заплатите им то, что вы тогда не заплатили. Извинитесь. И как только они вам простят, у вас опять все пойдет. Я слышал, я слышал эту историю, да, лично по радио. И вот я думаю, что это лучшая иллюстрация к этому отрывку. И поэтому, если у нас есть у кого-то люди, которые у нас работают, нужно очень четко с ними договориться и выплачивать свои обязательства, свои обещания. И если у нас есть возможность помогать тем людям, которые не могут работать, то, конечно, надо это помогать. И каждый раз благодарить Бога, что он нам дал, если есть возможность зарабатывать, дал такую судьбу. А если не дал возможность зарабатывать, то надо его благодарить за то, что дал то, что есть. Надо всегда быть благодарным за то, что есть. Бог знает, что делает. И самое неправильное – это задавать Богу вопросы. Самое правильное – это понять, что он от тебя хочет в данный момент. Иногда ситуация негативная, в которой человек находится, она просто необходима ему для того, чтобы он проснулся, осознал, понял. И как есть такое выражение в Хасидуте – «Ереда лицорах алия». То есть иногда человек спускается для того, чтобы сильнее подняться. Все. Удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня. Удачи, успехов. Все.